Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ее перспективы обсуждают на краевом совещании в Анапе. Плавает, летает и ходит, разве что не кукарекает. В Анапе есть свой собственный символ Нового года. То, что теплосети города-курорта преподнесли неожиданный сюрприз анапчанам в канун Нового года, стало самой злободневной темой последних трех дней. А если быть более точными, то и не одного десятка лет. Ибо еще ни разу за всю историю существования этой организации, работающей на благо людей, не случалось ничего подобного. Никто не стал считаться с интересами потребителей и внес изменения в структуру платежей тех жильцов, что платят не по счетчикам, а по нормативам. В кабинете у первого заместителя главы города Анжелики Базуновой мы пытались понять, почему квитанции по оплате за отопление таким странным и, главное, неожиданным образом, изменили цифры и сроки потребления тепла. В кабинете у первого заместителя главы города руководители управляющей компанией «Коммунальщик» и руководители специалисты ООО «Теплоэнерго», а также журналисты местных СМИ, пожелавшие из первых уст узнать, что же произошло в системе оплаты за тепло, почему теперь жильцам домов старого жилого фонда, где живут преимущественно старики, платить за тепло надо не за 6, а за 7 месяцев, с 1 октября по 1 мая. Вы согласны с тем, что вы не топили с 1 по 15? С 1 по 15, естественно, не топили. А почему вы решили, что вы примете за это деньги от граждан? Смотрите, расчеты нормативов и отопительного периода, первое, тут устанавливает региональная энергетическая комиссия, расчеты я не думаю, что мне надо сейчас, скажем, пояснять. Вопрос следующий, я просто как пример могу сказать о том, что в некоторых регионах, наверное, даже в нашем регионе, в недавнем прошлом были установлены нормативы, связанные с годовым. То есть весь год люди платили одинаковыми долями. А где такое было установлено? Ну, по крайней мере, в Москве, в Москве, в СССР. У нас там когда-то давно было, у нас там 12 месяцев. Вот, соответственно, потом регион пересмотрел и принял решение о том, что отопительный период будет 6 месяцев. Сейчас он пересмотрел, и отопительный период принят 7 месяцев. Вы об этом где-то заранее информацию давали? Эта информация находится на всех сайтах того же РЭКа и предоставлено всем управляющим компаниям. В газете публиковали. Когда? В прошлом году, в конце года. Публикация с тарифами внизу была замечательная. Замечательно, то, что Вы публиковали в прошлом году, а вот то, что сейчас для жителей увеличится стоимость, Вы публиковали где-то? Стоимость увеличится. Ну а как? Стоимость не увеличилась. Норматив изменился. Норматив изменился. Если раньше жители платили за 6 месяцев в году за отопление, то сейчас за 7, да? А почему? Не поставив людей в известность, не исполнив главной своей обязанностью установить счетчики учета в жилых домах, руководитель принял решение, не согласовав его с администрацией, хотя теплоэнерго – муниципальное предприятие. Поэтому первый заместитель главы города Анжелика Бузунова озвучила позицию главы города и потребовала. Сейчас озвучу позицию главы нашего города. Значит, у нас в городе ведется такая политика администрации муниципального образования, что все должно быть направлено для удобства проживания граждан. Вопросов по завышенному начислению за тепловую энергию у нас еще пока не поднималось никогда. Это вообще впервые такое. Я вижу здесь во многом ошибку именно нашего предприятия тепловых сетей в том, что до настоящего времени в соответствии с законодательством не установлены приборы учета, те, которые должны были установлены быть. И в этих домах, где они не установлены, вы рассчитали тепловую энергию по нормативу. Значит, Александр Александрович, я вам настоятельно рекомендую все это исправить. Для удобства наших граждан пересмотреть все начисления, которые сделаны, Валерий Иванович, так? Значит, граждане у нас не должны страдать и платить за недоработки предприятия тепловых сетей, управляющих компаний, что вы между собой не можете найти общего языка, что кто-то получает зарплату, а не отрабатывает ее, если говорить нормальным человеческим языком. Вы должны работать, вы за это все получаете заработную плату. Поэтому ходите уговаривайте, я не знаю, упрашивайте этих граждан, собирайте собрание. А так друг другу письма понаписали и управились. Все, закончилось на этом. Все сделали свою работу. Понасчитали по нормативу, полмесяца люди тепла вообще не получали, было тепло. А зачем? Зачем мы будем работать? Мы возьмем сейчас за 7 месяцев. Не нужно перекладывать свою ответственность на жителей города. Не нужно этого делать. Завтра утром в этом же кабинете, в том же составе, руководители теплоэнерго должны будут доложить, как они собираются произвести перерасчет оплаты за тепло и снять эту напряженность среди населения. В Анапе на базе Всероссийского детского центра «Смена» стартовал семинар-совещание с руководителями органов по делам молодежи муниципальных образований края. В семинарах продлится три дня. Его участники подведут итоги работы по молодежной политике за год и наметят перспективы развития отрасли на 2017 год. Цель семинара – совершенствование молодежной политики как в целом в крае, так и в каждом муниципалитете. Здесь подводят итоги, обсуждают перспективы и, конечно, проводят работу над ошибками. В любом совершенствовании есть трудности, с которыми сталкивается муниципальное образование в силу объективных причин, в силу личностных причин, но эти трудности есть. Вот как раз мы разбираем эти трудности, выявляя, кто какой вклад внес в их решение. Здесь, конечно, есть и те, кто лучше выглядит, и тот, кто не дорабатывает решение этих задач. Поэтому подобное совещание, оно как раз таки позволяет увидеть те механизмы, с помощью которых можно увеличить эффективность развития молодежной политики на местах. Руководитель Центра патриотического воспитания молодежи Кубани Сергей Мальцев в своем докладе говорил о важности патриотической работы с подрастающим поколением. Также обсуждалась и организация молодежных форумов и слетов. Здесь особое внимание безопасности. Прописывайте те, кто ответственен за жизнь и здоровье детей в период проезда, потому что, не дай бог, что не случится в дороге, нести ответственность будет не тот, кто фактически сопровождает детей, а вы. О том, как реализуется программа «Ты предприниматель» подвел итоги заместитель руководителя молодежного центра «Инвентум» Кирилл Белонок. В этом направлении ведется огромная работа, и все больше молодежи выбирает уверенное стабильное будущее. В Анапе реализация молодежной политики по всем направлениям находится на качественно высоком уровне. По итогам прошлого года курорт занял первое место в крае по работе с молодежью. На совещании отметили, что и в этом году Анапа сохраняет лидирующие позиции. В прошлом году мы говорили, что это высокая планка, надо ее удержать, и вот за 11 месяцев мы ее удержали. Думаю, что 12 месяц мы тоже отработаем хорошо, и надеюсь, что по итогам 2016 года мы опять займем первое место. Но нужно отметить, при совместной такой работе с руководством Министерства образования Краснодарского края у нас проходит ряд мероприятий, которые получают не только положительную оценку, а самое главное, они имеют продолжение и имеют результативность. Буквально такие свежие недавние мероприятия – это наш форум консолидации. В этом году второй раз мы собираемся. Это собираются ребята с ограниченной возможностью здоровья из 44 территорий. Они собираются сегодня уже традиционно на базе санатория Анапа. И, конечно, организовывают все там управление по делам молодежи. Семинар совещаний продлится до 14 декабря. И важная информация. В нашем городе орудуют мошенники. Руководство Анапского пожарно-спасательного гарнизона просит руководителей предприятий и организаций быть бдительными. В пожарную охрану города-курорта Анапа участились телефонные звонки от руководителей предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей с информацией о том, что к ним обращаются неизвестные лица, представляясь работниками пожарной охраны или сотрудниками государственного пожарного надзора. Предлагают справочную методическую литературу и обучающие диски. Мотивируют это тем, что грядут проверки с работниками прокуратуры. От имени руководства Анапского гарнизона пожарной охраны официально заявляю, что эти люди никакого отношения к работникам и сотрудникам пожарной охраны не имеют. Поэтому прошу руководителей всех предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей при появлении таких неизвестных, неустановленных лиц, требовать у них удостоверения и проявлять бдительность. Мы продолжаем приоткрывать завесу тайны сюрпризов, которые ожидают анапчан и гостей курорта в рамках программы новогодних мероприятий. В праздничном спектакле, который готовят в Анапском городском театре, на сцене появится самый настоящий живой петух, символ наступающего года. Какая именно роль отведена птице, постановщики не разглашают, но говорят, что по жанру это будет сказочная комедия. Одна из первых репетиций на сцене. Конечно же, в постановке будут Дед Мороз и Снегурочка. По словам режиссера, работа по-своему уникальная. Зрители увидят сюжетное действие, смогут сопереживать героям, услышат сольные арии и групповые вокальные номера. Во-первых, это будет очень зрелищно и по сюжету будет очень интересно для всех, и маленьких, и взрослых. Как всегда, это борьба зло с добром, но необычное такое противостояние, где современным языком сцены мы попытаемся увлечь наших зрителей, увлечь так, чтобы это было интересно. И будет представлено, конечно, огромное количество жанров. Вот это, наверное, самое главное. Включая и даже появление настоящего петуха. Напомним, что символ грядущего года – красный петух. У нашего же черноморского курорта, как оказалось, есть свой собственный символ – тоже петух, только морской. Это очень необычная черноморская рыба, достаточно редкая. И, как говорят специалисты, по поведению она вполне соответствует пернатому тезке. Это морские петухи. На Черноморье эти рыбы считаются достаточно редкими, скорее потому что с человеком пересекаются нечасто. К поверхности они поднимаются только ночью, а днем ведут придонный образ жизни. Своеобразными ногами рыбы прощупывают дно в поисках моллюсков и рачков. Своё название они получили из-за формы спинных плавников и яркую окраску. Вместе с тем специалисты говорят, что рыбы молчат, если поговорить не с кем. С сородичами морской петух также общается, издавая вполне характерные звуки. Похожие на кукареканье. Серьезно? Да. Или же на хрюканье. Ну вот каждый, конечно, как ему нравится, так и интерпретирует. Символ 2017 года – это петух. Вот. По китайскому календарю означает… Петух означает такую целеустремленность. Вот. И морской петух, он, конечно, ему ни в чем не уступает, потому что он тоже, если чего-то захотел, то обязательно своего добьется. В Анапском аквариуме живут два морских петуха. Обоих принесли рыбаки. Фактически спасли от попадания на стол в ресторане. Местные жители в канун года петуха начали вспоминать о том, что в городе тоже есть петух, но морской. Светлана из Омска. Этот обитатель Черного моря показался ей необычным и вполне достойным быть символом наступающего года. Это рыба, которая может плавать, летать и ходить. И это о многом говорит. То есть он пробьется в любой ситуации и добьется своего. И это тоже хорошие, считаю, приметы нам накануне Нового года увидеть такое чудо. Год петуха огненного у нас сейчас наступает. Это у нас как раз рыбка в этом аквариуме петух красный. Я думаю, что это замечательный пример именно символа года наступающего. Новый год в Анапе, он в принципе необычный. Ни снега, ни обычных санок, катаний на коньках. Поэтому я считаю, что и символ года в Анапе должен быть свой и необычный. Например, вот морской петух. В аквариуме пока не готовы сказать, ожидать или нет дальнейшего наплыва посетителей. Но надеются, что альтернативный морской символ будущего года принесет анапчанам и гостям курорта не меньше удачи, конечно, при должном упорстве. А я напоминаю, что наш генеральный партнер производства на предприятии «Меркурий-2» приступила к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.